Привет, друзья! В этом видео я расскажу, как вам сильно поднять свой скилл на инвокере. Герой довольно интересный, безусловно, это типа топовый герой. Считается, что он самый сложный, и у него есть 10 способностей. 10, друзья мои, целых 10. Сразу предупреждаю, да, речь идет не об инвокере-инвалиде. Что такое инвокер-инвалид? Это инвокер через 2 скилла. Это инвокер-инвалид, неполноценный. А речь идет о полноценном инвокере, который играет через все 10 скиллов. Даже можно прокачиваться через равные сферы. То есть там 2, 2, 2, 3, 3, 3, чтобы у вас все были скиллы одинаково прокачаны по эффективности. В этом видео я покажу вам 2 приложения, которые мне в свое время очень сильно помогли. И вам они тоже помогут. Сначала я покажу первое, оно такое скромненькое, слабое. Но второе, оно невероятно сильное. Начнем с первого. Инвокер-гейм-бай-бовое. Само собой, все ссылки будут в описании. То есть мы заходим в это приложение, нажимаем старт. Все, что нужно здесь делать, мы на скорость собираем скиллы, свои способности. То есть мы нажимаем QV-E, это сферы, на R ультуем. То есть я нажимаю интер, торнадо. Это мы знаем, это мы знаем, это мы знаем. Вот видите, это я все знаю. И так далее. То есть мы собираем все эти скиллы. Самое главное, еще раз говорю, это делать на скорость. Преимущество данного приложения, что оно довольно легкое. То есть здесь есть таблица. Ну, эта таблица, она неэффективна, потому что ее взламывали много раз. Здесь есть время там 0,2 секунды, но это бред. Минус 58 секунд, забейте. Если зайти через Steam, кстати, будет записываться ваше достижение. Так вот, преимущество именно этого приложения, что оно слишком скромное, да, и оно не сильно жрет ресурсы компьютера. Может быть даже можно там на смартфоне его запустить, почему бы и нет. И второе приложение, QVX. Это невероятно сильный инструмент. Это самый лучший инструмент, чтобы поднимать свой скил на инвокере, друзья мои. Особенно это очень важно разомняться перед игрой, перед турниром. Это как, знаете, в Counter-Strike есть такие карты, да, я не знаю, как они называются. Но там ты разминаешься, там Deadmatch, по-моему, и так далее. Здесь также можно играть или через Steam, или без всего. То есть у вас не будет записываться, ну как не будет. У вас часть будет записываться, а часть не будет в достижении. Так вот, что же это такое? Это очень мощный инструмент о поднимании скилла своего. Во-первых, здесь, как вы видите, давайте я сделаю на весь экран, но у вас там полосы будут, ничего страшного, сверху. Здесь, как вы видите, уже 3D игра. Разнообразие просто огромное. Вы начинаете там с самого начала, с самого малого. То есть нужно, например, смотрите, сейчас я должен бежать, да, вот я бегу. Я должен собирать скиллы. Вот видите, показывается, какие сферы я должен делать. Вот я сделал Q, еще раз сделал Q. Потом Exort, делаю E. Я буду называть QV-E. Потом 2 Exort'а сделал и так далее. Сначала это все более-менее легко, да. Потом увеличивается очень сильно скорость. Там, видите, за нами бежит этот мутант. Он догоняет и начинает бить. Вот видите, я бегу, собираю сферы. Все легко. Здесь самое главное, нужно разыграться. То есть, говорю, потом скорость будет очень сильно увеличиваться. Здесь приложение потяжелее, чем то. И так, видите, отвлекаясь, я говорю, мне тяжело так делать. И комп будет накружаться. То есть, например, если у вас будет запущена дота, то можешь притормаживать. А в этой игре это чувствуется. Тормоза. И заметьте, самое сложное. Видите, здесь не только есть картинки, вот этот вот, огня. Здесь также появляются и такие надписи, специально сделано. И самое сложное, это серые надписи. Там вообще почти непонятно. То есть, сделано для того, чтобы ты почти интуитивно это все делал. Я говорю, если бы я не говорил, было бы гораздо все лучше. Ну, в принципе, еще ни одной ошибки я не сделал. Ни одной. Ну, сейчас, когда скорость прибавится, будет тяжелее. У того мутанта, который за нами бежит, у него отнимается здоровье. Отнимается. Каждый раз, когда мы проходим. То есть, в итоге... Вот ошибка, кстати. В итоге... О, здесь тоже сейчас будет ошибка. Все, все. Вот вы видите, да? Все, я уже не успеваю. Я уже не успеваю. Все. Я уже заговорился. Видите, в итоге он умирает. Вы думаете, это все, что здесь и есть? О, кстати, опять ошибка была, да? Нет, это лишь один, наверное, из сотни инструментов. Здесь их очень много. Впород того, что мы тренируемся с вами кидать санстрайки и так далее. Ну, я все, я проиграл здесь, скорее всего. Я уже не успеваю, да. Нет! Нафидел. Ладно. На самом деле, это не так сложно проходить. Когда вы только включите игру, будет сложновато. А потом уже наровка, наровка, наровка. То есть, нужно скилуху набить. Давайте говорим, что здесь есть еще? Давайте глянем. Очень много, вы видите, здесь миссий. Здесь сохраняется в каждом браузере. То есть, например, если запустите вы на работе, то она будет заново пройти все это обучение. Вторая тема, да, это санстрайки. Сейчас, видите, немножко подлагает, это нормально. Когда мы убиваем первого крипа, он всегда лагает. Ну, наверное, прогружаются текстуры. Сначала здесь все просто, да? Потом будет сложнее и сложнее. То есть, во-первых, нам нельзя выходить за круг, мы начинаем умирать. Во-вторых, потом этих роботов, ботов будет гораздо больше. У них будет разная скорость. То есть, здесь мы тренируем чисто свой, ну, скилл в кидании санстрайка. Теперь, видите, сразу двое идут. Если вы попали плохо, то есть, не убили с первого раза, там, задели немножко, да? У него увеличивается скорость. Вот, видите, уже бежит один. Опа, хорош. Потом еще будет сложнее и интереснее. Там будут санстрайки. Вот, вы видите, о чем я говорил. Плохо, плохо. Ой, плохо кинул, плохо. У санстрайка еще есть КД, то есть, не получится сразу. Да что ж такое? Расчет, расчет. Вот. То есть, потом будет появляться робот, да, и исчезает. То есть, вам нужно будет кидать почти на луга. То есть, вы должны будете вычислять, куда он идет. Я говорю, лучшего этого инструмента я не знаю. Плохо попал. А-а-а, фидер в тиме, фидер. Давай, братюня, давай. Пу-у-у. В идеале попадать так, чтобы человек был прям по центру. Ну, я думаю, здесь вы все это поняли. Давайте я вам еще покажу одну вещь какую-нибудь. Так, здесь неудобно выходить в меню. Он сразу выходит... А, нет, все правильно, все хорошо. Что здесь еще? А, вот это, кстати, прикольная тема. Это у нас ледяная стена. Довольно сложное задание. Нам нужно, короче, кидать... Сначала давайте сделаем ледяную стену. Нужно кидать нам ее, как показаны, где вот лучи. То есть, именно под таким наклоном. Это очень сложно. Видите, у меня жизнь отнимается. То есть, это опять на время. Вот, видите, сейчас я попал, да. Сложность в том, что она не всегда встает под таким углом. Вот в чем сложность. Вот, например, сейчас я не засчитала. Тут же офигеннейшая тема. Это, я говорю, вот только так вы поднимите свой скилл. Играя такую игру, вы можете играть там на работе где-нибудь. Я говорю, на работе задрачивался. На телефоне, если такое возможно. Потом, когда вы уже... А реально, говорю, еще раз, это очень быстро вам поможет. Буквально там поиграйте час-два, и у вас просто будут руки, как у пианиста. Я вам говорю, тысяча процентов. И потом, очень важно... Кстати, я читал статью от чувака, да. Не знаю, откуда он. Или он китаец, или малайзиец, из Малайзии. Не важно. Суть в том, что это один из топовых инвокеров. Он много раз был на Дота 2 Кинема. Он сыграл на инвокере в первой и второй Доте 4600 матчей. 4600 матчей он сыграл на инвокере. Он считается топовым инвокером. Ему 31 год, и у него там двое детей есть и так далее. Так вот, он говорил, что он использовал такие вот тренинги, да, вот такие вот программы, приложения. Также он потом играл с ботами. То есть, когда вы используете эту программу, да, вы набили прям руку, чувствуете прям шикарно. Лучше не идти сразу, само собой, рейтинг. Сыграйте с ботами. Реально, вы почувствуете офигенную отдачу. Вот такие вот дела. Я считаю, что лучше этого инструмента просто нет. Еще раз говорю, друзья мои, не используйте никаких программ, скриптов. Это все для слабых. Лучше просто потратить там некоторое время, день, два, неделю, да. И у вас реально будет отдача шикарная. Тем более, если вы будете топ игроком, вы же не будете там приходить на турниры и играть через программку, правильно? Это бред. Это бред. И используйте все свои 11 скиллов. Еще раз говорю, в этом приложении, все ссылки будут в описании, да, Здесь есть все скиллы. После того, чтобы там будут задания, где-то бежишь по прямой, делаешь скиллы и нужно прям их кидать. То есть там метеорит кидаешь, там санстрайк сразу же кидаешь, ветра, ЕМП и я подох. Вот такая вот у нас история. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте рассказать своим друзьям. Продолжение следует... Продолжение следует...